всем привет продолжаем изучать эликсир продолжаем изучать эликсир значит так при тем как перейти перейти теме 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 я хочу чтобы вы взяли себе на вооружение следующий следующий репозиторий на гитхабе называется он killer elixir tips здесь очень много интересных решений можно увидеть как на первый взгляд даже и не очевидно очень множество интересных решений то есть вам поможет это глубже познать познать эликсир как язык это первое во вторых обязательно обязательно добавьте себе во вкладке основную библиотеку основную библиотеку и просто начните ее изучать то есть по отдельным функциям там допустим есть какие у мапы я проходиться не буду смысл особого не вижу что как взять достали вы это должны сами будете учиться вот вы у листа есть функция своей я скорее пробегусь в этом плейлисте по некоторым особенностям каким-то ключевым моментом отдельные функции для той или иной структуры вы будете искать самостоятельно значит еще раз добавьте документацию себе в папку по крайней мере ядро вы должны знать и второй момент предлагаю вам добавить вот этот killer тип здесь скажем так очень необычные необычные бывают советы как использовать можно эликсир а сегодня я хотел бы поговорить о форком про хэншинс форком про хэншинс я вот сейчас задумался по идее вот ни один функциональный язык не обходится без форком про хэншинс в той или иной форме он присутствует я хоть и немного знаю но все которые я знаю там это есть то есть смотрите в хаскере есть в ирлайн есть в эликсире есть в скале есть клажуре есть даже в пайтоне есть так вот что что собственно это такое смотрите мы пишем форм потом какую-то переменную то есть переменная некий счетчик потом мы пишем обратную стрелочку и здесь мы пишем некую коллекцию некую коллекцию допустим допустим как мы ее хотим преобразовать то есть в данном случае что произойдет мы из данной коллекции вынимаем первый элемент связываем его с иксом потом идем в телок в тело здесь умножаем x на x получим 1 и это отложим в отложен финальный результат то есть то есть где-то там у нас будет единичка потом мы берем двоечку вынимаем снова связываем с иксом снова идем в тело делаем какие-то манипуляции в данном случае мы просто умножаем самому себя получим 4 и так далее в итоге у нас список получится 1 4 9 16 воля воля это самый простой вариант for comprehension то есть ли из comprehension for comprehension то есть мы выводим какую-то структуру каким-то образом каким-то образом обычно мы используем то есть общая идея вообще можно по следующему образом написать for здесь итератор ну здесь коллекция collection может быть еще один итератор итератор 2 который из другой коллекции берет потом какой-нибудь возможен condition condition потом do здесь какое-нибудь тело и end здесь тело которое в итоге нам вернет окончательный список и end давайте продемонстрировать чуть более сложный давайте смотрим давайте возьмем x возьмем 1 2 давайте поле коротко запишем потом второй вариант и посчитаем 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 ага ага так 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 чтобы посчитать такое давайте треугольники вернем треугольники вернем и напишем условие когда c умножить на c равно то есть x умножить на x плюс y умножить на y и мы вернем треугольники вот эти мы вернем эти треугольники вот они у нас треугольники тут конечно многие из них повторяются можно было бы поставить дополнительные условия но я думаю вы распознали распознали эти треугольники прямоугольники эту форму формулу формулу пифагорову то есть что мы делаем мы берем первые элементы из данной коллекции в данном случае это у нас range единичку связываем с x потом то же самое делаем связываем с x потом связываем с c потом потом проверяем на некоторое условие условий у нас тоже может быть несколько можно было написать что 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 например x меньше y вот то есть мы избавились от повторов от повторов от повторов от повторов то есть вы можете вынимать то есть у вас идет некоторое некоторое тело которое формирует ваш ответ то есть это в каком-то смысле ну for each for each у итеративных языков то есть по то есть по то есть и эликсир эликсир и поехали вот здесь классические примеры вы также можете рассмотреть и чуть более сложные там также даются на общая идея в принципе то есть у вас есть итерирующий элемент коллекция условия и как формируется новая новая коллекция ok изучать эликсир see you next time